Ты знаешь, мама, как везде здесь можно жить? Сначала страшно, но привыкли все живые. Здесь лавят пушки, словно псы староживые. И самолёты кружат в небе, как стрижи. Ты помнишь, мама, я любил играть в войну. Теперь не так, не до игры, и всё взаправдно. Вдыхаем пороха тяжёлую отраву. И ходим в смерть, чтобы послушать тишину. Мне часто снится, будто я опять с тобой. Зато потом, когда проснусь, бывает больно. Сегодня, мама, мы не пали в этой бойне. Я снова жив, не стал последним этот бой. Ты отмоли меня от вражьего огня, пусть я ужасно далеко. Ты рядом, мама. Держусь за нить твоей любви, держусь упрямо. Ты, мама, жди домой, живи меня. Мам, огромное тебе спасибо за то, что ты отпустила меня, за то, что ты держишься там. Я тебя очень люблю. Я знаю, что ты тоже меня очень любишь. И очень хочешь, чтобы я вернулся. Я вернусь. Война – это тяжело, я понимаю. И ты это должна понимать. Но всё будет хорошо, мы победим. Здравствуй, мама. Здравствуйте, все мои близкие. Я передаю вам огромный привет. Я вас шесть месяцев уже не видел и очень соскучился. Так получилось, что я ушёл в Славянск воевать ровно шесть месяцев назад. За это время, не знаю, я изменился очень сильно, поменялось мировоззрение. Я вас очень сильно люблю. И очень скоро я вернусь домой, после того, как мы победим этих нацистов. Дочушка, привет. У меня всё хорошо. Воюю за наш одной город. Придёт победа, и мы с тобой обязательно встретимся. Я тебя очень-очень люблю. Очень-очень. Так что я знаю, мы с тобой, ты меня дождёшься. И я очень хочу передать привет всем своим родным, маме, папе, брату. Ждите меня с победой. Ждите меня с победой.